Обязательно узнать Ваше резюме по поводу сегодняшнего матча. Ну, немножко ребята вышли, наверное, перегорели. Большое желание, потому что был настрой для нас. Нонбасс хороший раздражитель. И немножко начала не получилось. Сразу пропустили два гола. Это подкосило, растерялись. Команда молодая. Практически первый период провалили. По броскам было даже там 22-2. Потом немножко успокоились. Команда во втором периоде вышла. Начали, вошла в игру. Выровняли игру по счету. Вроде все было хорошо, но все решили индивидуальные ошибки. Игроков там не выбросили шайбу. Там втроем остались, пропустили и так далее. Это повлияло. Чисто индивидуальные ошибки. Ну, удачно, как говорится, сыграли в нападении соперников. Хорошие голы забил. К сожалению, нас вратак не выручил. Хотелось узнать, почему во втором периоде, когда вам удалось быстро две шайбы отыграть, мне удалось все-таки зацепиться. То есть, должно было у ребят какой-то эмоциональный подъем произойти? Нет, он был. У нас и были моменты сравнять счет. Но я говорю, что где-то мы не додавили. И потом четвертый гол не выбросили. Чисто индивидуальная ошибка получили. И этого не хватило немножко. А в плане судейства сегодня есть какие-то претензии? Вся удаление, как вы считаете, справедливы? Ну, я не хочу говорить судейство. Судейство зависит от квалификации. К сожалению, квалификация наших судей. На Украине желают оставлять лучшего. Потому что было удаление втроем. Там человек упал. Может, там что-то было, но никто и не видел. И этого момента человек, если не видел, он не имеет права удалять. Ну, лишь приняли решение втроем. Нам забили третий гол, о чем можно говорить. Какие задачи укрепления Чуга стоят на окончании регулярного чемпионата? Ну, здесь понятно. Наша задача занять второе место, чтобы иметь преимущество своего поля. С конкурентом генерал у нас дома последняя игра. Будем к ним готовиться. Спасибо.